Лучшего тренера? Вы даже не знаете? Я не знаю, я не знаю. Очень, думаю, под вопросом это, потому что молод, а у нас слишком, как бы, не любят, наверное, молодым помогать, и поэтому не жду ничего. А сами как оцените свою работу в нынешнем сезоне вместе с Верой Занарелой? Я думаю, удачно, нет, результаты хорошие были, поэтому другие пускай делают выводы, как бы судят, мне кажется, нормально. Вот, когда мы с вами общались на Кубке Кремля, вы сказали, что уже хочется отдохнуть, устали. Вот, а как отдыхаете и какие планы дальнейшие? Отдых начался по полной, уже был у себя на родине в Курске, приехал на один день сегодня просто вот вместе с Верой поучаствовать в этом мероприятии, и завтра опять, опять обратно на родину. А когда начинаются ваши тренировки, где-нибудь проходите? Мы начнем, наверное, где-то в начале декабря, и будет, поедем во Флориду, в Майами, в Брэддентон, в Балетерию. Ну, как я вам и говорил, мы выбрали, остановились на Америке в этот раз, вот, в начале декабря, пока точных дат мы не знаем. Ну, все-таки, если вы сегодня получите награду лучшего тренера, то куда поставите, и какие вас бы, ну, все-таки, хочется это получить? Хотелось бы, конечно, но в тот же момент, наверное, это не самое основное, главное, результат, и остальные. Судить по результатам, в конечном итоге это статуэтка. Ну, возьму, поставлю, где и кубки, посмотрим. Ну, не знаю, не думаю, что... Не могу не спросить, может быть, не самое удачное время, тем не менее, когда вы начали работать в сфере, и вы сразу в внимание болельщиков попали, очень обширное такое. И, естественно, всплыли ваши модельные успехи. Вот, как прокомментируете, нет ли какого-то смущения или что-то? Да нет, ну, было дело, когда я занимался спортом, сам играл, в смысле, в теннис. Финансов не было таких хороших, чтобы помогать себе как-то заниматься любимым делом. Приходил, ну, как не приходилось, иногда занимался модельным бизнесом. Но это было лишь как дополнительная возможность каких-то финансов, приобретения финансов, чтобы потом инвестировать уже в теннис, в мою дальнейшую карьеру. Но, к сожалению, этого было мало, и поэтому... Ну, так, хобби, хобби, ничего больше. Кстати, нет сожаления по поводу того, что, ну, карьера игрока, ну, как, ну, не совсем, да, удалась. Не то, что хотелось бы, наверное. Ну, есть, конечно, небольшие сожаления, причем из-за того, что, знаете, возможности не было посмотреть, на что я способен. Как бы, самое вот обидное, что если бы была у меня возможность год отыграть, сыграть все турниры, которые я хотел, и оценить уже по результатам, на что я способен. Я бы был бы не дурак, если бы видел, что не могу чего-то достичь, остановился бы. А так получилось ни туда, ни сюда. Ну, что не делать, все только лучше. Вот Вера, и вроде все нормально. Ну, а сейчас на тренировках Вера может оставить вам достойную конкуренцию, или все-таки мужчина, женщина вообще никак не соперника? Пока она не слышит. Нет, ну, мужчина это чуть-чуть, конечно, ну, другой. Пока она не слышит, она не слышит? Ну, расскажем. Нет, ну, естественно, мужчины, как бы, это чуть-чуть другой уровень, как бы, скажем. Просто из-за счет того, что они более быстрые, более сильные, и в этом вся разница.